Канал Забытые Руины, друзья, с потрясающего места, потрясающего во всех смыслах, от ужаса, от ужаса уничтоженности и от грандиозности, грандиозности построек, точнее одной огромной постройки, пока что здесь, потому что понятно, что она не в поле стояла. Это постройка, называется она храм Адриана, понятно, что вранье приписали Адриану, как Путиловский завод стал у нас Кировским, Кирову его приписали, значит у Киров его основал его создатель. Мы сейчас в огромном, это поистине, огромный храм, храм называя как сооружение, чтобы вы представили, что здесь были колонны, что здесь были капители, что здесь были привычные нам, а может и непривычные нам, на самом деле здесь крупнейшие. То, что я вижу сейчас, аналоги это у нас Дидим и аналоги это у нас Бальбек. Я обязательно сверю размер капителей и размер разных капителей и размер того, что встречаю здесь, других элементов, портиков, еще может быть каких-то элементов с ними, из Дидимайонов, которые я сегодня вечером поеду, и с Бальбеком, в который я снова, надеюсь, доберусь. Почему? Нам сверх, не просто важно, а сверх важно понимать, ну точно это все пересобирали уже византийцы, вот это вот точно Адриану посвящали они. Нам сверх важно понимать, потому что мы считаем там Бальбек единичным, он уже не один есть Дидимайон, превышающий его в два раза по количеству колонн. А вот теперь похоже, я не ошибся, своих предварительных, я всегда делаю предварительные для себя версии, но не чтобы в них привязываться, чтобы их проверить на соответствие или несоответствие, изучая материал. А похоже, что перед нами нечто не меньшее. И я боюсь предполагать, что даже потому, что я вспоминаю в Бальбеке, даже превышающие. Вы не поверите, куда я подошел. Вот это мой рост сейчас, 160 сантиметров, я еще руку тяну. Вот это его, и вот середина. Я когда встану, вы увидите, что я нахожусь вот здесь. Перед нами, господи, ой, мне говорит, ну что ты ахаешь, ахаешь, как бабка старая. А ты рот открываешь, сказать ничего не можешь. Мало того, что все это, вот посмотрите, какие шедевры, мало того, что все это шедевры, там хоть не соединено, надеюсь. А нет, как бы не так соединено, вон оно, ничего подобного дудки. Мало того, что здесь, ай, зонтик вырывает. Вы не понимаете, в каких я здесь условиях. Мне говорят, ты хорошо, ты так путешествуешь. Хорошо, я долго выбирался сюда, вот это зонт, я прячусь от ветра, потому что бесполезно. Если без зонта все промокнет, я же под дождем здесь стою, может вам его не видно. Но он такой, при таком ветре, он очень, не то что неприятный, а просто отворотный. Вот отсюда мы будем с вами мерить. Но если я сейчас вот встану здесь, измерю свою высоту, я вот здесь, это метр семьдесят. Я думаю, что еще метр добавим. Два семьдесят, это будет превосходить Дидим. Это потому что в Дидиме я мог положить руку, вытянуть и положить на капитель. Вот так вот. А здесь, здесь... Ой, господи, господи. Так, и сможем ли мы с вами измерить ее диаметр? Сейчас проверим. Так, если вот отсюда начнем мерить. Да, мы сможем измерить диаметр. Он, конечно, будет два метра. Я вот... То это уже видно, что он двухметровый, потому что пропорция такова. Огромнейший из капителей. Ой, какая фантастика. Я потом подойду к ней, потому что это надо только... Ну, в это поверить невозможно. Это надо показывать, конечно. Опять незаконченные фрагменты незаконченных, в том числе и колонн. Откуда нарисовался здесь гранитный камушек, не в груди. И вы видите тотальное уничтожение этого удивительного места. Уничтожение до состояния крошева. Вот до такого состояния, понимаете? Нам говорят, известь они жгли. Разбит весь храм в ноль. Намека на то, что его жгли здесь нет, ничего здесь нет. Ну, уничтожен он до... Ну, то есть каждая деталь разнесена. Просто каждая разнесена. Живого нет. Господи, какая красота. Ну, какая красота. Ой. Ой. Какая красота и какая разрушенность. Мы даже представить не можем. Так, камера прыгает. Стоп, не прыгай. Мы даже представить не можем, друзья. Видите, тут тоже все, выборки сплошные. Палец мой. Насколько это было, насколько это было прекрасно в своем первозданном виде. То, что это все проработано. Вот просто зашел инструменты, выбрали. Зашел инструменты, выбрали. Тоненький инструмент. Вы на раз вот это все сломаете вручную. Вот у вас на раз это все сломается. Если вы берете у вас великолепный инструмент, то вы спокойно внутри сможете все выбрать, без опасения испортить такую вот глыбу. Ветер, ветер, не верти мне зонтик. Мы... Ога. Так тот же профиль. Я не знаю, куда скрываться, потому что он со всей стороны. Тот же металлический профиль. Вот видите. Устанавливался, как и в... Вчера в Сардах я видел. Я пытаюсь, ребят, подстроиться под погоду. Вот это все у нас. Вот это все зашел Рим. Вот это все они пытались сделать. Вот это храм Адриана городили. На месте огромного, уничтоженного, вот в таком вот состоянии превращенного, засыпанного вдобавок ко всему. Потому что это сейчас раскапывает. Когда-то это все было засыпано. Город Кзикас. Сейчас это даже не деревня. Сейчас прям редкие домики стоят. Когда-то был у нас... Понятно, что домики тоже все пересобраны из. Когда-то был у нас не просто известен. Ему посвящены, наверное, штук, ну, где-то, ну, около сотни строк, строк, о полонии Радосковой в органавтике. Здесь были органавты. Мы еще почитаем с вами, и я размещу это видео. А вы будете смотреть и любоваться. И ужасаться вместе со мной. Потому что все. Вот я обошел храм. Точнее, то, что от него осталось. А от него не осталось ничего. Каждая, абсолютно каждая капитель, каждый барабан, каждый карниз, каждый архитрав, каждый элемент портика, вот все, что здесь есть, нет ни одного цельного блока. Чудом какая-то уцелела капитель. Кто и как уничтожил, давайте высказываться в комментариях. Хотя мы с вами понимаем, война тех древних богов, либо агрессия из них со стороны, либо их какие-то внутренние распри спровоцировали и уничтожили. Не просто их строение, их культуру, уничтожили полностью их цивилизацию, всю память о них. Потом катастрофы довершили, и то, что уже перезаселенцы люди, вот это все, понимаете, катастрофа, вот это все бито-перебито, занесено. Здесь нет рек, мы на высоте. Там мраморное море гораздо ниже. Здесь нет горы, откуда бы это все засыпалось. Здесь просто все опять замесилось. Замесилось в массе, замесилось в ужасе, в ужасе, ребят. То, что они заигрались, если это была война, ну, заигрались очень сильно, потому что от них ничего не осталось. Здесь вот литый их материал. Вот это все залито было. Видно, что тут такое чувство, что это свинец. Ой, удивительно, удивительно. Я не перестаю искать, не перестаю изумляться и не перестаю ужасаться тому, что здесь встречаю, потому что я имею в виду не только здесь, здесь конкретно и вообще в целом. Ох, я сегодня как свинья приеду в отель. Так, что у нас тут есть? Ну, лучше приехать грязным, как свинья, но, знаете, вдохновленным чувством, что вот эти руины заслуживают, чтобы о них говорили. Я не навеличиваю себя, о них должны говорить о книге, о них должны говорить, мощные книги, понимаете, бестселлеры. О них должны говорить фильмы, такие тщательные, детальные, подробные. Не мои вот эти бродилки под ветром и дождем, а на многие недели и многие, может быть, месяцы снятые, детализированные, подробные. Но при отсутствии он их, мы с вами посмотрим, ну, посмотрим так. Лучше знать что-то, чем не знать ничего. Вот это моя позиция. Мне говорят, когда-то создашь концепцию. Я говорю, я еще не готов. Ну, опять, какие мраморные глыбы, чистейшие мраморные глыбы, все это колото-переколото. Возможно, какую-то часть и брали на известняк, какую-то ничтожную часть местные жители, но здесь никто не живет. Сколько известняка, опять гранитный блок, опять гранитный блок, ведь они вот откуда-то, кстати, раз гранитный, два гранитный. Я вот прошел три гранитный, причем этот гранит такой формы, как будто он имел полигональную, да, как будто он имел полигональную структуру. Оттуда тут столько гранит, а то здесь нет их месторождений. Он еще закреплялся, да, он еще закреплялся. Удивительно, удивительно. Ну что, друзья, я поздравляю. Мы, несмотря на все, вопреки, точнее всему, этой ужасной погоде, этому расстоянию, потому что это реально тут край, край мраморного моря. Такая край, на что добираться и не забраться никогда. Вот потом городили, добрались сюда. Я долго ждал месяцев восемь. Не было недели, когда я бы не вспоминал о прекраснейшем, из, прекраснейшем, потому что это был прекраснейший из античных храмов. Я не сомневаюсь даже. Это величие, которое, ну, в Дидиме нет и в Бальбеке такого размера, как вот эта Капитель. Как бы ни казалось это кому-то неприятным, но, похоже, мы нашли мы с вами, потому что вы такие же сотрудники нашего большого поискового отряда. Потому как я размещаю видео, а мы все вместе осмысляем, рассказываем друг другу, делимся впечатлениями. Это невероятно важно. Как и я, и многие из вас приезжают, не многие, но некоторые, даже приезжают в гости и всегда рад увидеться, найти какое-то время, найти возможность. Не сто процентов, но в целом могу и буду стараться такое делать, потому что чем больше нас об этом знает, тем гораздо лучше. Ну что, мы подошли к этой фантастике невозможно, невозможно, просто невозможно. Ужасно. Просто ужасно. Я в шоке. Понимаете, вы понимаете, какие это размеры? Сейчас буду ставить штатив и что-то пытаться делать.